Сегодня пошла мода на эко-товары. Посмотрите в интернете, оглянитесь вокруг. Тут и там эко-лавки. Форумы трубят, что эко-продукты полезнее и чище. Ну вот тоже эко-молоко и творожок. Мы же с вами все знаем, продают в среднем на 15% дороже обычных магазинных. Ну это потому, что они натуральные. Но так уж они отличаются друг от друга. Катя Зёма устроила дегустацию прямо посреди улицы. Подключила экспертов и даже котов. Чтобы это выяснить. Итак, в каком молоке в лаборатории найдут антибиотики и химию? И станут ли есть эко-продукт голодные коты? Для начала проверю, ведутся ли люди на то, что продукт обозначен как эко. Для эксперимента мне нужны прохожие, стол и... Стаканчики. С названием эко и стаканчики без названий. Это значит, что это обычное молоко из простого магазина. На сути эксперимента очень интересное, потому что у меня всего лишь одна единственная бутылка молока. Поймут ли люди, что всё молоко в стаканах одинаковое? То же самое проделываю с творогом. Один и тот же магазинный раскладываю по разным тарелкам. У меня такое ощущение, что вот здесь вот нет, что здесь просто привкус разный. Ну вкусненько. Вкусненько. Это из магазина. Ну мне смущнейшая эко-молока. Эко-молоко. А чем? Чем оно отличается? Ну мне как привкус с лодки, який съесть. А у нас есть эко-продукция, экологически чистая. Есть обычная из магазина. Нам просто интересно, что вам больше понравится. Эко. Эко вкуснее. А вот такое молочко ещё попробуй обычное. Вот с небом. То вкуснее. То вкуснее. Ну, творог тебе тот больше понравился? Да, мне тот больше понравился. Эко. По сути, короче, и то, и то, своеобразное. Что у каждого свой специфический вкус. Отворожок. Ну, это кислее. Я бы выбрал это, потому что мне кислое не сильно нравится. Я раскрою вам суть эксперимента. Действительно, это один и тот же продукт, из одной и той же коробочки. Для меня эко. Ну, это типа, как должно быть? Это экологически чистый продукт, который там самый влючий, вот на нынешнее время, там со всеми разными интересными моментами убрано всё негативное, вот. Ну, это просто невероятно. Как только люди видят эмблему или название «эко-продукт», они автоматически считают, что этот продукт лучше и качественнее. Стало понятно, люди себя настраивают, что эко должно быть лучше. Но действительно ли это так? Сейчас проверю. Скажите, пожалуйста, а вот этот творожок, он, ну, какой там состав? Он экологически чистый? Конечно, экологически чистый. Вам дать попробовать? А может, есть какой-то, там, не знаю, сертификат, чтобы посмотреть, что там по составу? Девушка, у меня сертификата нет, а у меня в данный момент на этот творожок нет. Может, в другом магазинчике той же сети сертификат на товар найдётся? Тем более, что у меня нашлось подкрепление. Там я встречаюсь со специалистом по защите прав потребителей. А можно и на йогурт посмотреть документы? Я взять, хочу его. Сертификат? Не, не мали я за сертификат. А на таре есть какая-то маркировка? Не знаю. Слушай, как-то налаживаете? На таре должна быть маркировка до производства? Не, не мах. А почему нет? Докладная у меня, как я получила. Получается, единственное доказательство, что товар «Эко» – слово продавца. А как же проверить? У нас была переверка, сертификаты забрали. Треба, чтобы не вечером на печатку. Не, 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 они не забирают сертификаты. Ну вот забрали нас. Очень интересно. Проверка, которая как бы забрала документы на товар. Так почему его вообще продают? Они вам разрешили в такие вот кулечки, ну, маркировки, ну, посовать. Да. А кто? Это ж ТУ надо на это иметь. У вас нет такого ТУ? Это даже в супермаркетах запрещено. Я вас хочу запитать, вы кто? А вы кто? Не, вы кто? Я покупатель. Что вы проверяющие, покажите мне эти документы? Получается, быть обычным покупателем недостаточно, чтобы требовать сертификаты. Да, из-за этих всех вопросов женщина засуетилась. Но это я должна нервничать, что покупаю кота в мешке. А делаю я это специально, чтобы проверить этот товар, так сказать, на экологичность. Найди куточку тоже врача нужно увидеть. Вот я хотел бы вам, ну, хоть яку написать. Она на машине. Ну, как это? Супер! И уголка потребителя тоже нет. Я в шоке, потому что чек не дают. Никаких маркировок, никаких составов, никаких документов. Но только мы вышли, мой эксперт меня по-настоящему удивил. Эту всю фасовку я знаю, я просто ориентируюсь по рынку. Эта продукция стоит копейки в супермаркетах. Мы можем зайти в любой магазин. Я вам покажу, с какого ведра фасовали, допустим, эту сырковую массу с курагой, с изюмом. Просто сорвали маркировку производителя, хорошо отмыли, вот и все. Идем в ближайший супермаркет, чтобы проверить, есть ли там такой же творожок. А вон такие вот покачки. На самом деле выглядит одинаково. Так оно и есть одинаковое. А он органически чистый или обычный? Не знаю, честно. Спасибо. Ну, зато честно. Не знаю. Я думаю, что не органически. А на упаковке там написано, да, здесь все так? Нет, понятно. Все так. Вот смотрите, абсолютно одинаковый. Зачем платить больше? А ну, понюхайте. Я прошу прощения, мне кажется, что я так немножко подгулял. Он прокис. А это творог именно из эко-магазина. Он прокис. Вот это да. Совершенно случайно мы выяснили, что только что я переплатила порядка 10 гривен за совсем не эко-продукт, да еще и прокисший. Кстати, вот эта женщина уверяет, таким эко неделю назад отравилась. Я купила недавно в магазинчике молоко, в котором написано «экологически чистый продукт». Я после этого не могла кушать, ничего, болит желудок. Женщина говорит, что сроки хранения были в норме. Неужели, покупая эко, мы еще и здоровьем рискуем? Поэтому мы с Максимом решили купить еще одно эко-молочко на проверку. Я менеджер, добрый день, очень приятно. Вот видите на них, дорогой вопрос. Мы постоящие, мы именно вот эко-чистое и пытаемся подобрать, а никак не получается. Мы где-то как-то принесем. Могу сразу вам сказать, что даже Е присутствует, например, в колбасе. Ну да, там просто стало. Для чего, чтобы держалась консистенция. То есть без Е сейчас проблематично. У нас и так короткий срок на колбасе. Дезинфекция про инвалидов. Помощными средствами и дезинфектором. А мы с вами поставили. Экологически чистый электрический. Экологическая химия. Да. А вы читали, что произойдет? Выкликает важное подразнение очей, может вызвать сонливость и запоморочение. Это краткий обзор. Мы потом дополнительно еще и прокираем все эти штуки. По крайней мере, в этом магазине мне не рассказывают сказки о том, что все их продукты эко-чистые. Но молочко, говорят, натуральное. Проверю. Я приехала в офис вот с этими самыми молочными продуктами и проведу сейчас незамысловатый такой эксперимент. Молоко, которое не содержит никакой химии, никаких ешек, прокиснет буквально за сутки. Здесь температура воздуха где-то 18-20 градусов, поэтому оставлю его прямо себе на столе. Посмотрим, за сколько скиснет вот это молочко. А пока это молоко киснет, протестирую остальное молоко и творог. Еще одним, наверное, самым простым способом. Я приехала к своей коллеге. У нее живут два очаровательных котика. Именно они протестируют вот эту продукцию. Тем более для чистоты эксперимента им сутки до этого не давали молока. Ну что, котики, давайте будем пробовать. А ну-ка. А ну-ка, ну. Ну как вам это молочко? Что? Ну, давайте еще раз. Ну, ну. Вы же сутки ничего не ели. Ну попробуй хотя бы. Вы сами все видите. Они хотят пить это молоко. И хоть я уже очень сомневаюсь, что купила эко-творог, ведь такой же нашла в супермаркете. Проверю и его. Нет? Не будет? Ну давай, мюсечка. Ну. Ну давай. Ну попробуй. Ну как тебе? Наверняка здесь все-таки есть какие-то примеси, ешки и химия. Раз коты отказались это кушать. Что такого в этом молоке, что даже голодные коты отказались его пить? Здесь у меня образцы молока, которые я привезла специалисту на проверку. Два вида молока купила в магазинах с пометкой «эко». Производители, конечно, разные. Еще одно молоко не «эко». Купила в супермаркете. Виталий, я вам привезла три образца молока. И, конечно же, вот вы видите здесь вот все это молочко пронумеровано. Я не буду вам говорить, в какой баночке какое молоко, для того, чтобы наш эксперимент получился абсолютно честным. Сначала мы сделали быстро тест на четыре группы антибиотиков. Но он показывает результат уже через пять минут. Таким тестом пользуются в Европе. Нет антибиотика, но мы еще, конечно, ждем посмотреть на остальные ингибиторы. То есть различные химические вещества, которые добавляют для того, чтобы молоко дольше хранилось, или специальные вещества, которыми обрабатывают оборудование при производстве. К сожалению, пока на ингибиторы три часа делается тест. Значит, антибиотиков в образцах нет. А пока ждем результаты тестов на химию, проверим еще кое-что. Мы сейчас можем посмотреть наличие воды. В данном случае мы видим, что здесь, в этом образце присутствует вода. И достаточно немало. Больше 15% это бутылка. 16% воды. Печально, печально. То есть мы платим с вами здесь за 16 почти процентов воды. А в двух других образцах воды в молоке, к моему счастью, не оказалось. Итак, прошло у нас три часа. Три часа, долгожданные три часа. Да, это самый серьезный тест. Это тест широкого спектра. Перед тем, как вытягивать, покажу. Значит, специально сразу на упаковочке идет цветовая гамма. В хорошем молоке должно быть желто-зеленое. А чем молоко некачественнее, тем цвет показателя будет темнее. Берем первый образец, вытягиваем и смотрим вместе. Сразу видно, что не желтый и не зеленый. Ух ты, я вижу, что он темнее сюда. Ниже к этому цвету, конечно, безусловно. Однозначно такое молоко пить нельзя. Второй экземпляр. Ну, тоже не желтый. У нас светлее, но... Да, вот такого. Третий остался у нас экземпляр. Ну, а ну-ка, тоже непонятно, ближе вот к этому фиолетовому цвету. Наверное, да? Да, это точно вот такой вот фиолетовый цвет. Пришло время раскрыть секрет все-таки, где какое молоко было. Хотелось бы знать самого дочка. На самом деле, вот под вторым номером, это то самое магазинное молоко. Именно в нем мы не нашли ни воды, ни антибиотиков. И хотя минимальное количество ингибиторов все же было, это молоко оказалось лучше других. Под первым и третьим это якобы экологически чистый продукт. Кстати, первый экземпляр, в котором кроме химических веществ оказалась вода, я взяла в том самом магазинчике, где мне не смогли показать сертификаты на продукцию. Зато возле названия производителя красовался значок «ЭКО». Очень часто за надписью «ЭКО» не стоит не только сути, но и даты, и производство, и срока хранения, и производителя. Поэтому производитель нарушает закон про органические продукты. Он нарушает закон о правах потребителя, о защите правопотребителя. И сейчас использование «ЭКО» маркировки – это больше маркетинговый ход. А за маркировкой «ЭКО» часто вообще нет никакого экологически чистого продукта. И даже не предполагается. Производитель имеет в виду всего лишь «ЭКО» упаковку, которая при переработке вроде как не влияет на состояние экологии. Кстати, что там с моим «ЭКО» молоком, которое должно было бы скиснуть за сутки? Прошло 4 дня, закончился наш эксперимент, потому что наконец-то молочко прокисло. А как известно, экологически чистое домашнее молоко прокисает уже к вечеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова